Под звуки волынки участники забега собирались задолго до старта. Здесь и дети, и пенсионеры. Во всем мире нет такого деда. Рекордсмен книги рекордов бинуса на всякий случай. Рука шахтера чувствуется. Евгению Шабанову 73. 40 из них мужчина проработал на шахте. Но признается, место спорту было в его жизни всегда. Среди нас три участника есть, которым за 85. По 86 лет есть у нас две девочки. Мы здесь, чтобы как-то своим примером показать, что в любом возрасте можно и нужно заниматься своим здоровьем. Участников забега поделили на категории. В номинации «Самые маленькие» золото завоевали воспитанники детской спортивной школы Олимпийского резерва «Авангард». В команде ребята от 7 до 13 лет. Если очень долго заниматься спортом, можно выиграть все. Кубки получить. Команды хорошие стать. По-моему, место в Донецке. Стать чемпионами. Забегом праздник не ограничился. Силачи развлекали публику показательными выступлениями по гиревому спорту. На праздник пригласили и любителей экстрима. Команда по велотриалу пыталась установить новые рекорды по прыжкам в длину и высоту. Любой вид спорта очень сложен, как ни крути. Если ты хочешь профессионально заниматься, то нужно приложить к этому максимум усилий. Поддержать спортсменов пришел талисман чемпионата мира по легкой атлетике Сусли Кастап. Донецкий Олимпийский день празднуют уже в 15 раз. Олимпийский рух. Вы знаете, что это тот рух, который дает нам не только медали и победы, рекорды. Но самое главное – это мир и дружба между людьми. Если вспомнить историю, то древние греки прекратили все военные соревнования, когда лунали позвонки на Олимпиаду. В этом году Олимпийский день собрал в Донецке больше трех тысяч любителей спорта и здорового образа жизни.